На повестке дня «Вопросы сельского хозяйства» губернатор Воскресенский сначала решил осмотреть один из крупных объектов животноводческого сектора, а потом обсудить теоретические вопросы. Это СПК «Панинская» на рынке уже 30 лет. Сейчас здесь тысячи голов КРС, мясной и молочный скот. Бизнес и дела идут хорошо. Построили два новых комплекса для содержания коров – силосные траншеи. Потратили много миллионов, все за свой счет, даже без привлечения средств в бюджетов. Ну, поскольку я имею банковское образование, я работала 6 лет в банке, я прекрасно понимаю, что такое кредитные ресурсы. И как они оборачиваются в конечном результате для хозяйства, я это все знаю и просчитываю. И поэтому я больше склонна работать за свои деньги без облименения на хозяйство. Вот мой принцип работы. Я бухгалтер по образованию, поэтому я считаю в каждом углу. Станислав Воскресенский отметил, что со своей стороны может помочь расширению хозяйства за счет административного ресурса. Помочь с документацией на земле. Глава Панинского Татьяна Макарова поблагодарила. Считает, что сейчас для ее бизнеса благополучный и выгодный период. Молоко, полученное здесь, поставляют и для компании «Данон». В этом году вы дали 80 рублей на килограмм на покупку. Это просто нонсенс. У нас не было такого никогда. И поэтому в этом году мы приобрели много очень скота. И вот с поддержкой мы, можно сказать, по стоимости мяса его вот так вот взяли. Вот это просто сказка в этом году. Сельское хозяйство еще в период предвыборной гонки Станислав Воскресенский обещал развивать, год от года увеличивая финансирование. Чтобы на каждый рубль местного бюджета шли несколько, в идеале десятков федеральных. У нас есть программа поддержки наша, она небольшая. Но тем не менее, вы знаете, что мы увеличили эту программу в полтора раза в 2018 году. И договорились на совещании с сельхозпроизводителями, по-моему, в августе мы собирались, что каждый год мы будем немножко увеличивать. И вот в проекте бюджета, который будет внесен, надеюсь, принят областной думой, мы бы это досмотрели на 20 миллионов еще увеличить в этом году. Будем так потихонечку каждый год будем наращивать. Глава профильного департамента Денис Черкесов рассказал сельхозпроизводителям о том, что их ждет в будущем, и отчитался об успехах. В будущем году бюджет на сельское хозяйство увеличится почти в два раза. С 384 миллионов до 653. Это позволит войти в несколько федеральных проектов и увеличить средства по некоторым объектам. Программа устойчивого развития сельских территорий плюс 32 миллиона 786 тысяч по газификации. Значит, это увеличение финансирования на 2 миллиона федеральных средств и 4 миллиона региональных средств. Впервые мы участвуем в подпрограмме развития сети плоскостных спортивных сооружений. В Шуйском районе первая такая площадка будет построена. Увеличатся и подъемные для специалистов, которые хотят остаться на селе. Вместо 25 тысяч они получат 100. В этом году в Ивановской области зафиксирован своеобразный рекорд по количеству привлеченных в сферу сельского хозяйства инвестиций. Правда, прежде чем будут всходы и жители увидят результат, пройдет довольно много времени. Мария Смирнова, Антон Озипов, РТВ Иванова, Савина.